Привет всем! Сейчас я вам расскажу по поводу нашего района. Он называется Seagate. Это южная часть Бруклина. Это так называемая часть Brighton Beach. И это западная сторона. Мы находимся слева. Значит, что такое поселок Seagate? Это единственный в Нью-Йорке закрытый поселок, закрытая территория. И здесь преимущественно живут сахиды, по-моему, я правильно говорю, да, евреи, которые такие кардинальные ребята, ходят в черном постоянно. Их очень много здесь. И исторически, по-моему, они здесь жили. Сейчас люди сюда приехали разные, в том числе и русские, и американцы. Здесь очень мало черных. А сахиды эти, они воспринимают остальных людей здесь, именно в Seagate, как второй класс. Они здесь главные. Они как бы ни во что не ставят, скажем так. Но, да не суть, они очень такие спокойные ребята, очень, ну, скажем так, уважают закон. Они никогда не будут тут драться, пинаться. Они всегда вызовут полицию, если что-то не так. Они в любом случае вызовут какую-нибудь там вашу машину, оттащат, если вы им что-нибудь закрыли. Сами они вам слова не скажут, просто кто-то приедет, вас увезет. Значит, дома вы можете смотреть там на заднем фоне, какие преимущественно здесь дома старой постройки. Они очень маленькие. Вот такие вот всякие разные домики. Вот дом вроде небольшой, но здесь живет три семьи. Здесь может две семьи жить. Здесь очень мало быкьярдов. Они очень небольшие. И очень небольшое количество частных домов, где живет одна семья в одном доме. В основном здесь делаются, опять же, этими евреями всякие дома на сдачу. Евреи здесь говорят, если у тебя нечего сдать в аренду, ты начинаешь делать бизнес. Здесь также евреи живут. Они строят эти дома. Вот этот дом, он огромный. Там живут несколько семей. В этом доме у меня живет знакомый, там наверху. Здесь все-все-все сдается. Любые, даже машину поставить на driveway, вот допустим, вот здесь, это может сдаваться за 100 долларов в месяц. А бэкьярд тоже отдельно может сдаваться. Значит, дома продаются, дома продаются. Вот в последнее время часто стали продавать дома вот здесь вот. Ну и не только здесь, на других улицах. Я все больше вижу сейчас объявления о продаже домов. Вот, значит, по поводу охраны территории. Сейчас я вам покажу отдельно. Итак, вот это первый КПП, скажем так, да. Это первый въезд, он основной. Он работает днем. Здесь полиция находится внутри. Два шлагбаума. У каждого автомобиля, кто здесь проживает, есть такой стикер. И он автоматом открывает ворота. Можно заехать и автоматически здесь не пускают гостей. На этом же перекрестке останавливается автобус. Вот здесь автобус, автобусная остановка и такси. Чтобы доехать до метро, стоит 2 доллара на такси. Ну и цена на автобусе чуть-чуть даже дороже получается. Это вот первый въезд. Это Neptune Avenue. По-моему, Avenue, да, у нас называется? Да, Neptune Avenue. Это основной въезд для тех, кто, ну, живет здесь, скажем так. Сейчас я иду по территории, которая уже за забором. Это вот наш забор. Он обнесен вот такой вот колючкой сверху, да, чтобы никто не лазил. Это может показаться какой-то тюрьмой. На самом деле мы никогда этого забора не видим. И этот забор, в принципе, 10 лет назад, 15 лет назад, очень сильно спасал жителей, кто жил в Сигете. Потому что здесь была очень криминальная обстановка. Сейчас все поменялось. Сейчас почему-то преступность упала. Здесь в непосредственной близости полицейский участок. Чуть-чуть подальше, где Кони Айланд, остановка метро. Там второй полицейский участок, он очень большой. До метро примерно одна миля. Если хотите пешком пройтись, это примерно занимает 20 минут до КПП вот этого. Ну, до входа, так назовем его, да. Вот. Вот сейчас здесь за мной разные-разные дома. Здесь уже тоже живут и черные. Конечно же, больше всего черных здесь живет. Это район между нашим Сигейтом и Брайтон-Бич. Здесь, как его называют по-русски, там чернушник, да. Но здесь живут черные, ну, черные-черные. Здесь уже все перестало быть преступным. Вот здесь все нормально, все мирные. Здесь проджекты, здесь проджекты такие дома кирпичные, где живут много людей, которым государство дает квартиры. Там же снимают и русские жилья. Это уже как бы вошло в обыденность. Вот. И я все еще иду вдоль Сигейта. Он довольно большой. В километрах я не знаю сколько. Вот посмотрите на карте, там есть, ну, линейка, ну, примерно. Ну, меньше, наверное, километра на километр. Наверное, меньше. Хотя не знаю. Ну, посмотрите, в общем. Карта есть. По схеме видно, вот, где это Сигейт и какую площадь он занимает. Здесь же у нас есть баня. Это, наверное, одна из лучших бань в округе или в Бруклине. Вот она. Здесь. Да, написано лучшая русская баня. Там довольно много всяких разных парилок. Три или четыре, не помню уже. Бассейны с очень холодной водой. Есть морозильная камера, где очень прикольно охлаждаться летом. Это вот ночлежка для людей с очень маленьким достатком, для бомжей там. Ну, это очень культурное место на самом деле. Все они такие культурные, молодцы. Вот. И эта улица, она упирается в Кони Айланд. Как раз в станцию Кони Айланд. По ней можно прогуляться. Но ваш страх и риск идти, конечно же, иногда это не очень приятно. Когда там люди по бокам сидят улицы, там и мексы, и черные, и черные мексы. Непонятно, какое они, ну, вообще происхождение. Ну, так обсматривают вас. Наверное, девушкам будет не очень хорошо идти. Мне все равно. Как бы меня не трогают. Я парень молодец. Если что, сам навалять могу. Значит, по поводу парковки здесь. Ну, почти не выписывают штрафов. Почти. Но бывает. Сюда парковые офицеры не заходят практически. Вот тут все прохожие. Все видите, да, как их немного здесь. Это вот, что называется, project. Это все вот социальное жилье. Вот эти дома в России, это обычные дома. Здесь эти дома дают неблагополучным семьям. И я сейчас подхожу как раз ко второму КПП. Он более такой массивный. Это уже здание. Дальше вот там уже пляж. Там дальше уже океан. Это общественный пляж Brighton Beach. Это само по себе уже КПП. Там же сидит полиция. Она опускает слева. Вот это машины выезжают. Общий поток. Справа заезжают гости вот там. А вот здесь заезжают все, кто приехал погостить. Они спрашивают у полиции заехать. Можно, нельзя. У всех карточки. У всех доступ. По картам все прописываются в администрации. Получают эту карту. Она стоит денег. Я не помню уже сколько, но не сильно много. Там строят. Это Surf Avenue, кстати. Гостевое здесь движение Surf Avenue проходит. Строят дома. Это вот полиция городская. Они из большого участка. В полиции, которая здесь находится у нас на территории, у них четыре автомобиля на весь поселок. Они там гибридные. И один side by side. Ну, квадроцикл, короче. Сейчас я вам покажу, как выглядит у нас океан и начало или конец Brighton Beach. Здесь бетонное начало. Дальше пойдет мостовая. Она деревянная. Ну, ее многие видели на видео. Не буду повторяться. Это уже океан. Туда вот уже точно Атлантика уходит. Все это Атлантика. Вот с той стороны приходит Hudson River. Ну, река Гудзон по-русски. Здесь можно загорать, но нельзя купаться. Вот до того флага. Нельзя купаться. Дальше можно купаться, но вода холодная. Купается очень немного людей. Значит, что здесь есть интересного? Вот за этими палатками уже Seagate. И это такой клуб, мы его называем Seagate Garage. Алкогараж. Короче, там такие домики садовые. И там люди бухают. Американцы снимают там эти домики. Они стоят на сезон, по-моему, 2000 долларов. И они там, ну, там такой бахус идет жесткий. Прямо они очень сильно бухают. Там есть лежаки. Ну, там вон все видно. Они там купаются. У них там свои спасатели. Чистенький пляжик. Камешки. Ну, очень здорово. Вот. Туда я не пойду. Там ничего интересного нет. А пойдем. Мы пройдем полицию. И я покажу вам, как у нас еще район выглядит. Так, ну что, я прошел внутрь. У нас там пропускная система. Так это выглядит изнутри. Вот тот самый, как его называют, внедорожник наш. Полицейские там тачки стоят. Это вход в бахус-центр. Там, где все бухают. Это полицейский участок. Он прям такой полицейский, прям как в кино. Там такая стоечка. Все полицейские, все дела. Там все круто. Пойдемте по той стороне. Я покажу вам, как тут что. А, пойдем площадку, покажу детскую. Значит, здесь какой-то там дом культуры и отдыха, да. Назовем вот так. Там всякие ребятки, девчатки занимаются аэробикой. Это по вечерам. Здесь всякие разные дети бегают. Вот. Эта улица довольно красивая. С красивыми домами. С красивыми газончиками. Здесь детская площадка. Вот это вот баскетбольная. Там качели, горки. Сюда можно с ребенком прийти. И это вот администрация. Здесь несколько вагончиков. Они соединены. Там большая парковка гостевая. Вон там она дальше идет. И вот там. Вот там Тельман. Всех угощает вкусными, разными хачапури. Он из Грузии. И делает очень вкусные штуки. И всем советую, если будете здесь в гостях, приезжайте. У него очень вкусная, особенно которая за 12 долларов. Очень огромная такая хачапури с двойным сыром. Прям огонь. Дальше не пойду. Пойду вот здесь. Пойду здесь. Здесь дома очень классные. Здесь первая береговая линия, что называется. Если говорить отельным языком. Дома новые. Дома реставрированные. Дома дорогие. Ну и соответственно можно косвенно судить о дорогих автомобилях. И соответственно о достатке людей. И о доме. Что тут у нас еще хорошего есть. Участки некоторые держатся очень долго и не продаются. Ну видимо, опять же они принадлежат скорее всего еврейским ребятам. Они очень жмутся по поводу продаж задешево. Вот хорошие дома. Здесь нет такой темы, как во Флориде, по поводу обустройства огромных там лужаек перед домом. Или еще что-то. Это очень большая редкость. Вот хороший дом сзади у меня есть. И это очень редкий экземпляр, когда лужайка, дом и все такое обустроенное. В основной своей массе вот такие домики. Такие вот старые дома. Мне сказали, что во время урагана Сэнди здесь в некоторых домах торчали автомобили. Они всплывали и забивало автомобили в дома. Прям из дома мог торчать какой-нибудь багажник какого-нибудь автомобиля. Но несмотря на то, что кажется, что здесь Сигейт очень такой однообразно плоский. Нет, здесь есть перепад высот. И там есть маяк. На маяке было воды примерно по колено. Там ничего не затопило. Там было относительно безопасно, скажем так. Но где-то была глубина вот мне по шею. Я 180, чуть больше рост у меня. И подтопило вообще так качественно. Вот дом красивый, красивый автомобиль. Там все здорово. Здесь уже началась какая-то стройка. Ее давно здесь не было. Они начали буквально, наверное, несколько недель назад строить. Здесь уже вот много построили. Очень все супер. Я иду параллельно улице, по которой мы заезжаем. Здесь порядка, наверное, 10 улиц. Ну, в том числе и авеню. Что здесь еще отсутствует? Здесь нет магазинов. На территории Сигейта вообще нет магазинов. Вот кроме того, Тельмана, которого я вам показал, он типа общеполезен. Здесь есть такой совет директоров. Кстати, этот тоже продается дом. И этот продается дом. Но это все под сдачу, конечно же. Такие долгие инвестиции, если хотите. Так вот, есть здесь такой совет старых пердунов, которые решают, что полезно для Сигейта. Они посчитали, что вот эта еда, она полезна. Здесь никаких сервисов нет, хотя на территории Сигейта есть территориально построен большой такой сервис. Но у них там какая-то тяжба судебная идет. И не знаю, когда они вообще его откроют, ли. Но не суть. В общем, сервисов никаких нет, кроме вот этой еды. Что здесь еще? Здесь нельзя парковаться, если у вас нет стикера парковочного. Парковочный стикер выглядит примерно вот так вот, ракушечка вот эта вот. Он покупается. Стоит, по-моему, 200 долларов на год. Если у вас этого стикера нет, вы не можете парковаться здесь с часа ночи до 5 утра. В противном случае вам выпишут штраф. И если еще там вы штрафом отделаетесь, в другом случае вас эвакуируют. Я видел, когда эвакуировали машину в 4.50. 10 минут не хватало человеку, чтобы он остался здесь стоять. Его уже оттащили отсюда. Ну, там штрафные дела это уже не касается, сколько это будет стоить. Главное, что нельзя парковаться. Либо можно парковаться, но на драйвее. Если вам собственник позволяет, тогда вас никто не трогает. Все остальное, здесь нет проблем с парковкой. Вообще никаких проблем. Паркуемся. На улице всегда есть свободное место. А я тем временем пришел на второй пляж, который общий. И пойду покажу, как на пляже все выглядит. Ладно, буду снимать отсюда. Потому что мне сказали, нужно купить билет, чтобы закупасть. Поэтому будем учитывать, что... Ну, короче, вот такой пляж. Ничего особенного там нету такого. Вот. Все люди там. Вот ребята тут сидят. Они 10 долларов берут за уикенд. То есть можно заплатить 10 баксов и приходить сюда загорать. Либо можно купить, по-моему, 70 долларов. Стоит пас на сезон. Но это зависит от того, как часто вы ходите загорать. Я вот не часто хожу. Мне он, в принципе, нафиг не нужен. А по 10 долларов, в принципе, за уикенд можно потратить и ходить, загорать. Все, что угодно там делать. Плюс какой? Здесь нет такого огромного скопления людей, как на Брайтон-Бич. Там просто невероятное количество отдыхающих. Гостей Нью-Йорка, жителей Нью-Йорка, жителей Проджектов. А это черное население и мексиканское население. Они все там. Они все выходные там. Они не работают. Они сидят там круглые дни. Они черные. Зачем им еще загорать? Я не понимаю. Ну, им виднее. Так, а что еще? Что я вам еще могу по Сигейту сказать? По поводу аренды. Здесь не так много арендуемых домов. Не так много, где взять. Пойдем, берег покажу. Как заселиться. В средний чек на аренду это 1600, 2,5 это апарты. И если снимать дом, это где-то от 3,5 идет цена. То есть вот готовьтесь к этим ценам. Собачка. И пойдем через... Покажу дырку в заборе. Как обычно это делается. Опа! Вам пляж все-таки я вам покажу. Вот это пляж. Это пляж такой вот Сигейтовский. Что называется пляж. Как видите, здесь абсолютно свободно. Делаем, что хотим. Это уже Атлантика. Спасатели, чтобы никто не лазил сюда через забор. И вот там, чтобы тоже никто не купался. Хотя детишкам там прикольно купаться. Вот всякие сейнеры. Большие корабли. Круизные корабли. Они, кстати, очень огромные. Вот. Вот такие вот места здесь. Здесь, здесь. Итак, по поводу аренды. Значит, все апартаменты здесь совсем небольшие. По поводу моих апартов. У нас двушка. Парядок цен примерно две тысячи. Значит, что там есть у нас? У нас там есть вода. Включена вода. Включен газ. Кукинг газ. И хитр. Чтобы батареи нагревались. Если вы любите тепло, то это не суда. Дома, потому что все более-менее такие уже престарелые, если их можно так назвать. Их выветривает. Здесь ветрено. Мы все-таки находимся на мысе. 72 примерно градуса будет в доме. Зимой. Мы зиму здесь прожили. Так что все нормально. Вот. Ну, потеплее одеваться будете, скажем так, да? Что еще? А, и интернет у нас включен в стоимость. Все остальное. Это, получается, электричество. Вы платите отдельно. Ну, и все остальное. Ну, как бы, здесь найти дом на сдачу. В принципе, порядка пяти, наверное, партов сдается единовременно. Я смотрел на Трули. На Зилу можно смотреть. Вот там ищите все варианты. Вот здесь, конечно же, и евреи сдают. Все это дело преимущественно. Так что, если вам нормально общаться с ними, то вперед. Они за каждый квадратный сантиметр будут с вас брать деньги. Любые пожелания конвертируются в оплату. Поэтому будьте готовы. Так, я про безопасность вам сказал. По поводу садиков. Садики здесь я видел, но я не акцентировал внимание. Потому что наш малой ходит в садик, который за стеной. Я его отвожу. Школы. Школы здесь есть. Рядом. Там очень много маленьких детей. Там черные учатся. И школа есть. Эмма. Как-то там. Марк Твен, по-моему, она называется. Это очень крутая школа. Там для одаренных детей. Которые очень шарят в науках. Именно в технических. Вот туда можно ребенка отдавать. Опять же, я не знаю, там какие подготовительные темы. Но, по-моему, это middle school. И просто, наверное, нужно какой-то сдать тесты и попасть туда. Я не знаю. Пока. Малому еще нашему рано. По этому поводу. Значит, что еще здесь? Движение здесь 25 миль в час. Никто не гоняет. Я не видел, чтобы прям гоняли без головы. Но на моих тут глазах буквально несколько дней назад один вот этот Сахит. Ему было 70, наверное, с чем-то лет. Это такой прям старец. Капец. И у него были в разные стороны глаза. Я не знаю уж, какая это болезнь, не болезнь. Вообще, что он видит в таком случае. То есть, старый человек с такими глазами раскосыми. У него были права. Его не лишали прав. Ну, как бы не за что, наверное, пока. И он ехал, и он наехал на велосипед пятилетнего пацана. Он подмял под машину велосипед. Парень отскочил. Слава богу, почти не пострадал. А этот Сахит так и продолжал ехать. Он слышал, что звук скрежет. И он продолжает ехать. И это все было вот прямо передо мной. Я уж там подскочил, заставил его поставить машину на паркинг, не держать тормоз. И самое главное, что он видит, что ребенок орет. Его там тетка тоже орет. Они вдвоем катались на велике. А этот дед даже из машины не вышел. Он просто закрылся в машине и сидел. Его не волновало, кто там, что там. Жив, не жив человек. Ему было все равно. Вот такое отношение у евреев к другим людям. Не евреев, а у сахидов именно. И евреев, наверное, в основном в своей массе хорошие люди. Но вот эти товарищи, именно в черном, которые ходят, они прям с негативной стороны себя, в общем, показали. Не очень приятно. Вот так все гоняют. Вот так вот, небольшая скорость. Машины проезжают, сами видите. Все вроде как уважительно относятся друг к другу в плане движения. Знаки стоп везде практически висят. Проезд без остановки запрещен. Самолеты. Что у нас там? Вертолеты летают. Иногда пролетают президентские вертолеты. Иногда пролетают боевые вертолеты. Все-таки столица мира, все дела положено. Полицейских вертолетов не часто летают. В основном частные, наверное. Так, что вам еще? А, здесь прокладывают новую канализацию. Именно у нас там, на нашей авеню. Потому что старая уже никуда не годится, поломалась. А здесь вроде как решили проложить новую. В общем, еще момент. Здесь местные люди по сравнению с Флоридой. Они не здороваются. Это факт. Люди почему-то, ну, такие все хмурые. Я не понимаю, почему это происходит. Почему бы не поздороваться с прохожими. Тем более, живем в одной эрии. Но никто не здоровается. Не ходят во Флориде. Тебя бы уже обздоровались. Каждый второй, первый. А здесь вообще этого нет. К сожалению, моему. Мне это не очень нравится. Ну, ну ладно. Будем все равно всех приучать. Мы со всеми здороваемся. Мы всем рады. Вот. Ну, это такие моменты. По поводу русских. Здесь русских не так, наверное, мало, как могло подуматься. Их достаточно здесь. Мы когда видим друг друга, что мы русские, мы там иногда здороваемся, кстати. Никакого здесь нет этого, как все эти любят, дебильный этот комментарий. Мы там друг друга, русские, не обманываем. Здесь русские друг с другом не контактируют. Кто давно живет, да, иногда ходят в гости. Иногда пересекаются на площадках. Иногда, иногда, иногда. А другого, всего остального нет. Здесь этого нет. У всех бизнес. Все busy, как говорят. Они здесь любят говорить busy, busy. Некогда, некогда. Ну, по факту, действительно, никогда. Все либо на работе, либо тетки дома сидят. С детьми, кто с детьми. Если ребенок в садике, там опять все своими делами занимаются. Вот. А мужики всегда вечерком. Иногда здесь собираются на бэкьярде. Иногда на балконах. Они там что-то жарят, что-то песни какие-то поют. Ну, такие застольные темы, без кипиша, без какого-то негатива. Все по такой русской провинциальной теме. Старые песни. Девяностые годы, начало двухтысячных. Вот эти вот все. Я, наверное, не очень хорошо буду говорить. Но дебильные песни, действительно. Мне они уже вот тут отсидят эти песни. Все эти радио. Русское радио, там, не знаю, еще какое-то радио. В общем, ну, почему бы нормальную музыку не слушать? Ну, современную нет. Все слушают. Это вот говно. Мы вышли на нашу авеню. Это Мэппл авеню. По моему предыдущему опыту проживания во Флориде, я вам могу сказать, что ехать сюда не нужно. Раньше я, когда жил во Флориде, всех прям звал ездить к нам. У нас крутой район. Нет, ехать в Сегеет не надо. Здесь русских хватает. Туда, где приезжают много русских, становится болото. Поэтому вот просили Сегеет показать, я вам его показал. Рассказал, как есть. Но приезжать сюда не надо. Приезжайте в Нью-Йорк, живите на Брайтон-Бич. Кому надо, ну не надо, не живите. Но здесь нам очень нравится. Здесь кайфово. Здесь белки, здесь еноты, здесь живность разная. Здесь пляж, здесь четко. Но опять же, Нью-Йорк заходит далеко не всем и далеко не каждому. Но здесь всегда нужно понимать, что ты будешь делать, на что ты будешь жить. Вечная гонка времени, денег, не знаю, чего еще. Но, как говорят американцы, в Нью-Йорке люди не живут, в Нью-Йорке деньги зарабатываются. Уезжают они уже жить в другие штаты. И там, грубо говоря, радуются старости. И все такое. Вот, все. Спасибо, что смотрели видос. Распространяйте, ставьте лайки. Давайте друзьям посмотреть, кому там еще интересно. Подписывайтесь. А я уже пришел домой. Все. Пока-пока.